И пока ринг-анонсер выспрашивает у болельщиков, готовы ли они к первому поединку, мы с уверенностью можем сказать, что готовы к этому бою. Ждем появления спортсменов на дорожке. Сейчас будет биться Кристиан Спэтку. Джозеппе де Доминико нам показывают сейчас. Показывают его портрет. Но как-то он вышел и тут же поспешил ретироваться. Потому что по плану сейчас стоит совершенно другой боец и совершенно другая пара. Потому что, насколько я помню, Ди Доминико, он бьется в более тяжелой весовой категории, нежели 63,5 килограмма. Да, вот теперь все встало на свои места. Сулейма Авазель приглашается в ринг. Боец из Франции. Не впервые он принимает участие на этом турнире. Я его, если честно, никогда раньше не видел. Вот сейчас и посмотрим, насколько этот боец хорош. Ну, с другой стороны, я видел этого спортсмена, когда он выиграл чемпионат Франции по кикбоксингу. Видел, когда он стал вторым на чемпионате Европы. По любительскому кикбоксингу, по-моему, в разделе К1, если не изменяет память. 27 лет этому бойцу. Рекорд очень серьезный. И, конечно же, все болельщики очень активно приветствуют Кристиана Спетку. Постоянный участник турниров Суперкомбат. И, насколько я помню, нигде больше особо и не дрался. Так, на каких-то турнирах выступал периодически, но в основном сражается именно здесь. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, проиграл он Полу Йенсену, голландскому спортсмену. Это пока его единственное поражение на профи ринге. Но Пол Йенсен тогда показал себя с самой лучшей стороны. И также Кристиан Спетку является серебряным призером чемпионата мира ВАКО. Проиграл он, кстати, в финале нашему Шамилю Гаджимусаеву. Решением судья до этого остановил Сашу Йовановича, такого известного австрийского бойца. Так, давайте поговорим о спортсменах чуть более подробно. Сулейман Вазиль, 27-летний француз, вес 63,5 килограмма, рост метра 75 сантиметров. Рекорд, вы сами видели какой, 34 победы, 12 поражений, только 8 побед одержаны нокаутом. Кристиан Спетку по прозвищу Пола. Его рост метр 69 сантиметров. Девять побед, одно поражение, как я уже рассказывал. Одна ничья и одна победа одержаны нокаутом. Начал профессионально выступать в 2010 году Кристиан Спетку. Любимый его удар, кстати говоря, лоу-кик. Именно об этом рассказал Кристиан Спетку в своем интервью. Очень любит плавать и не зря он носит прозвище Пола, потому что играл одно время за бухарестское Динамо, водное поло. Итак, дорогие друзья, турнир Суперкомбат на телеканале Евроспорт. Мы сейчас находимся в Бухаресте, в Румынии. Ну, визуально, по крайней мере. И начинаем следить за первым поединком Кристиан Спетку против Сулеймана Вазиля. Видим мы, что полный зал. Ну, вообще, турниры Суперкомбат всегда отличались тем, что болельщики всегда его посещали. Причем вне зависимости от того, где он проходил, в каком городе и в какой стране. Ух ты! Очень активно и нагло по-спортивному начинает Вазиль этот бой. Поединок стартует без раскачки, без разведки. Вазиль сразу же обозначает свое намерение. Показывает, что не собирается он пасовать перед географическим хозяином ринга. Спетку пока действует чуть-чуть, ну, нервно, можно даже и так сказать. Несколько сумбурно. Но это сказывается стартовое волнение. Сказывается ответственность перед своими болельщиками. Но видно, что Спетку уже заряжен на удар. Причем на быстрый удар. Пытается он сейчас переиграть соперника за счет скорости. Но, в общем, он всегда так и делает. Кристиан Спетку, как правило, ниже своих соперников. Его это, в общем-то, никогда не смущало. Потому что он исповедует агрессивный атакующий стиль ведения боя. Но когда встретился с Полом Янсеном, тут, что называется, нашла коса на камень. Потому что Янсен очень высокий для своего веса. Что же здесь случилось-то? Похоже, что подвернул ногу Вазиль. Рефери начал отсчет. По-моему, не окей. Совершенно француз. Боксировать еще полторы минуты. Очень обидно, очень обидно, если все так закончится. Потому что Вазиль хорошо бой-то начал. Спетку, почувствовав преимущество в движении, почувствовав, что соперник его, ну, позволит себе повторение, обездвижен. Еще одна попытка пробить коленом в голову Вазиля. Надо, кстати, отдать ему должное за его мужество. Потому что это профессиональный спорт. И многие, наверное, пожертвовали победой в бою для сохранения своего здоровья. Спетку обрабатывает ноги своего оппонента. Бьет бедро. Вазиль хороший удар ногой по туловищу наносит. Спетку пытается доработать, добить оппонента. Вазиль очень смелый, очень мужественный боец. Сейчас уходит от атак соперника и пытается опять пробить коленом в прыжке. Видимо, это единственный удар, который не причиняет боль. Вазиль удар на гость разворота. Кстати, он проходил. И если бы у Вазили не было травмы, то не исключено, что были бы определенные проблемы у Спетку. У которого, кстати, есть рассечение. Хорошо провалил Спетку соперника и бьет. Попадает Спетку. По-моему, усугубляет лишь свою травму Вазиль. Сейчас получает сильнейший удар. Надо останавливать. Надо бой останавливать. Отдаем должное мужеству Сулеймана Вазиля. Но это не бой. Как же обидно за Сулеймана Вазиля. Я не знаю, зачем секунданты идут на поводу у французского спортсмена. Нельзя продолжать. Абсолютно понимаю болельщиков, которые сейчас приветствовали. Рингерл, организаторы Суперкомбат, в этом смысле большие молодцы. Несколько довольно жестких и увесистых ударов прошло у Кристиана Спетку. Не в состоянии был полновесно защищаться Сулейман Вазиль. Причем совершенно очевидно, что он не боится, что он не симулирует эту самую травму. Очень оригинальная графика была сейчас. И ведь посмотрите, даже на одной ноге фактически посек своего оппонента Сулейман Вазиль. Но я продолжаю настаивать на том, что французу нужно снимать с боя. Вот мы видим, как дернулась голова назад после удара Спетку. Да, абсолютно верное решение принято сейчас. Сулейман Вазиль, отдаем должное его мужеству, его характеру. Я думаю, что если бы повреждение было чуть менее существенным, я думаю, что он бы продолжил. Всегда обидно, получив вот такую травму, сниматься с поединка. Но это профессиональный спорт, это жизнь. Тут ничего не попишешь абсолютно. Вот так бывший игрок водного пола Кристиан Спетку одерживает победу. У него, кстати, запланирован еще один бой. Но об этом, наверное, уже будем говорить, когда придет время. Не хотелось заглядывать через спину соперника. Молодец Кристиан Спетку. Он-то свою работу сделал нормально, хотя и не безупречно. Пропустил он несколько ударов. И даже от одноногого, Василия. Кристиан Спетку говорит о том, что готовились, настраивались на этот бой, придумали свою тактику. И очень ему обидно за соперника, что он получил вот такую травму. Я очень доволен своими болельщиками. Спасибо тренеру, спасибо моей команде. Приятный, обаятельный парень.